Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня Без Фанатизма. Сегодня у нас очередное малокалорийное блюдо с весенними красками. И для начала я беру лук, 350 грамм, и мелко нарежу. В сковороду я добавила 30 грамм сливочного масла с жирностью 82,5%. И отправляю сюда нарезанный лук. Добавляю сюда миллилитров 50 воды. И буду готовить минут 5 под крышкой, чтобы лук пропарился. И через 5 минут добавляю сюда помидоры. У меня 450 грамм. Продолжаю готовить до готовности лука. И наконец-то дождались весны, дождались тепла и дождались первой зелени с огорода. У нас тут щавель и зеленый лук. На огороде уже появилось. И сегодня я буду их готовить. Щавель молоденький, не кислый. Вообще пока без кислоты. Зеленый такой, очень аппетитный. Мы уже соскучились, честно говоря, по зелени. Зелени у меня 120 грамм. И я ее мелко нарежу. Вместо щавеля можно взять любую зелень. Шпинат, укроп, петрушку, кинзу. Все, что вы найдете. У нас просто в огороде. У нас, да, у нас просто в огороде уже выросло. Лук полностью готов. Солю его по вкусу. Добавляю чайную ложку молотого кориандра. И немного черного молотого перца. Все перемешиваю. Деревянную ложку. Деревянную. Силиконовую. Да. Сломалась. Так тебе надо, девочка моя. Далее 4 яйца просто перемешаю в однородную массу. И добавляю яйца к луку с помидорами. Красота. Уже аппетитно. Да, все перемешиваю. Ну, периодически мешаю. Готовлю до тех пор, чтобы яйца схватились. Яйца схватились. Тут же добавляю в подготовленный рис. Рис я взяла пропаренный. 250 грамм сырого. И отварила в большом количестве воды до полной готовности. Вот столько у меня получилось риса много. И теперь я его добавляю в сковороду. То есть рис готов уже. Да. Рис обязательно должен быть пропаренный. И вместо риса, кстати, можно взять любую крупу. Абсолютную. Заранее уже отварную. И теперь все перемешиваю. Да, и тут же добавляю я 280 грамм консервированной кукурузы. Можно взять замороженную. Можно взять свежую. Можно, конечно, вообще ее не добавлять. Но, во-первых, с кукурузой очень вкуснее. И потом кукуруза помогает рису не задерживаться в организме. То есть это... Кукуруза вообще полезна при похудении. Она помогает сбрасывать лишний вес. Еще одна причина, что кукурузу я люблю. Да, кукурузу Ибрагим любит вообще. Может, каждый день есть. И уже в конце добавляю зелень. Это блюдо очень быстро готовится. Главное, чтобы была отварная заранее крупа подготовлена. Зелень можно было чуть больше, да, Мария? Можно и больше, да. Все. Теперь зелень особо готовить не надо. Мы ее просто перемешиваем, чтобы она просто слегка прогрелась. И все готово. Вот такое вот весеннее, нарядное, вкусное, малокалорийное блюдо. Все, выключаем, да? Да. Все готово. Веселое, нарядное, очень вкусное, ароматное блюдо готово. И малокалорийное. Сейчас будем подавать. Все готово. Вот такое вот аппетитное блюдо. Уверяю вас, очень вкусно. Прямо не знаю от чего, но очень вкусно. Пищевая ценность этого блюда всего-навсего 83 калории, килокалории на 100 грамм. То есть замечательно. Можно и на обед, можно и на ужин за 3 часа до сна. Лёгкое, полноценное, с белком. В общем, отличное блюдо для похудения. Ну, естественно, кушать надо своей порционной чашки объёмом 250 до 300 миллилитров за один раз. Тогда всё отлично будет получаться и вес будет уходить. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео. Пока-пока!